Искусство требует жертв. И, поверьте, да чего же мне неловко употреблять это известное латинское выражение, настолько оно избито. А куда денешься, если искусство все требует и требует, и все ему мало. В Екатеринбурге оперный певец, заслуженный артист Баштирии и Татарстана Эльхам Валиф порвал рот во время спектакля «Кармен». Как страшно жить в очередной раз, подумает обыватель, и, возможно, решит, что артист порвал рот в попытке взять верхний дом. И, может быть, скажет, ну и рты у сегодняшних певцов. Не то, что в старое время. Однако травму оперец получил совсем по другой причине. Инцидент произошел во время схватки его героя, солдата Хосе, с Треадором. Какая же сегодня опера без полноценной, правдивой, убедительной трати? Зрителям в театр не заманишь. Отвернется публика от оперного искусства. Во время антракта врач оказал помощь певцу, и надо отдать должное его мужеству, он допел партию до конца. Уже после спектакля его госпитализировали. По медицинским показаниям ему рекомендовано в течение двух недель широко не раскрывать рот. Похожая история произошла с актером Алгысом Николаевым, исполнявшим главную роль в спектакле «Чучуно» на сцене Якутского театра малотисленных народов Севера. Воплощая свой сценический образ, артист вступил в бой с мифическим существом «Чучуной». И вот результат – травма головы, больничная койка. А бывает, что человек вовсе и не актер, а туда же. Президент ВТБ Андрей Косин пришел на инвестиционный форум «Россия и Завет» в образе одного из героев «Звездных войн». И зампред правления банка Юрий Соловьев последовал его примеру, нарядившись джедаем. Вот такой вот постмодернизм в искусстве финансов.